Я ей по этому поводу рассказал старый-старый анекдот про интервью. Саш, ну, дождь, я застегну тебе рубашку, потому что она вульгарно смотрится. Чуть-чуть застегнула. Давай тогда и верхнюю пуговицу сразу. Нет, верхнюю не надо. И вот встал, мы же второй раз уже приезжали. Мы приезжали. В 15-м году. Мы в 15-м году первый раз приезжали. И тогда первый канал начинался. С Анатолия Пирогова к нам приедешь снова. Только интервью должно быть таким строгим, а не хихихахат. Кто тебе сказал, что оно должно быть строгим? Да, да, да. Откуда ты это взяла? Да, да, да. Должен быть строгим. Я Новиков Александр Иванович, полковник запасов. Первый раз вместе с женой Ириной Владимировной посетил этот санаторий в 2015-м году. Во время посещения в 2015-м году и сейчас мы можем сказать о данном санатории только благодарственные, положительные отзывы. Я начал посещать санаторий с 2000-го года и посетил порядка более 10 санаториев. Поэтому лучшего отношения, чем в этом санатории, я на данный момент пока не видел. Обязательно всем, которые меня знают, которых знаю я, я обязательно посоветую посетить данный санаторий. Я хотела бы добавить, что как только вступаешь на территорию санатория, начиная от приемного отделения, попадаешь, я не буду говорить в рай, это какой-то не такой слой, попадаешь в сказку и в ассис. Значит, изначально в приемном отделении очень доброжелательно встречают отдыхающих дежурный персонал, объясняют все нюансы по размещению. То есть, как правило, проблем нет. И первое, что всегда бросается в глаза, это то, что все сотрудники улыбаются. Значит, далее проходим мы пропускную группу. Охранники всегда приветствуют, всегда доброжелательны, всегда здороваются, желают доброго утра, доброго дня, что тоже само по себе очень приятно. Ну, так как я немножко занимаюсь флористикой немножечко, меня, конечно, очень поразили ландшафтные дизайны всего санатория. Каждый уголок, будь то либо можжевеловый уголок для отдыха, либо это сосновая роща, либо это березовая роща, к тому же хочу отметить большое количество фонтанов, которые всегда работают, очень красивые, а некоторые даже имеют вечернюю подсветку. Еще что хочу добавить. Очень радует присутствие на территории санатория флоры и фауны. Возле здания управления санатория имеется очень красивый пруд с рыбами, который пользуется большим спросом и посещаемостью среди отдыхающих, а также среди гостей, которые имеют иногда возможность посетить санаторий по приглашению. Также здесь имеются очень красивые, такие прекрасные попугаи, прекрасные черепахи в лечебном корпусе, что тоже очень-очень приятно. Еще хочу отметить, что для отдыхающих, пребывающих с внуками, либо кто-то пребывает с детьми, имеется детская комната, что тоже имеет очень большое значение. Когда отдыхающие нуждаются в посещении процедур, своих деток они могут оставить в детской комнате под присмотром квалифицированного персонала. Также, как женщина, хочу отметить, что на территории санатория имеется парикмахерская, салон красоты. Также здесь имеются очень интересные отделения, спа-отделения. Также там есть спа-капсула. Для женщин очень рекомендую. Но по лечебным процедурам тут вообще нареканий никаких не может быть, поскольку массаж производится очень квалифицированным персоналом. И практически все процедуры, которые проводятся, проводятся тоже очень квалифицированно. Персонал всегда беспокоится о состоянии здоровья своих отдыхающих во время процедур, всегда интересуется, как себя чувствует пациент во время процедуры, что тоже очень-очень приятно. Что еще мне очень поразило, то первый раз я вижу начальника санатория, который обходит в столовой отдыхающих, опрашивает, какое качество питания, у кого какие замечания, у кого какие предложения. И не только по столовой. Я лично несколько раз с Игорем Александровичем встречалась на территориях. Я, как мой супруг, буду рекомендовать посещение данного санатория всем своим знакомым, друзьям. И уже рекомендую. Постольку-поскольку отправляю отсюда много красивых фотографий своим друзьям, знакомым. Спасибо за отличный отдых. И последнее, что хотел сказать. Оба мы офицеры, офицеры в запасе. Я последние 9 лет служил в генеральном штабе. Жена моя, Ирина, служила на первом угле связи в Министерстве обороны, служивающей тоже генеральный штаб. Продолжение следует...